Запорожский спорт «Будем знакомы» – масштабный фестиваль спорта под таким названием впервые прошел в областном центре. В формате яркого шоу 20 городских детско-юношеских спортивных школ представили гостям те направления, которые в них развивают. На трибуны Дворца спорта ЗАС пригласили учащихся общеобразовательных школ. Такой праздник, уверен заместитель городского головы Анатолий Пустоваров, поможет ребятам приобщиться к спорту. А мы, как городская власть, занимаемся и пропагандой здорового образа жизни, и вкладываем в инфраструктуру, спортивный инвентарь. Фактически на два года у нас принята программа по обновлению инвентаря в детских и юношеских спортивных школах на 6 миллионов гривен. Мы занимаемся системной реанимацией спортивных залов, уличной спортивной инфраструктуры. Честь открывать праздник доверили одному из самых зрелищных видов спорта – УШУ. Воспитанники Дю Саша номер 10, которая подготовила чемпионов мира, Европы и Украины, показали оба направления своей работы – зрелищное сань-шоу и боевое сань-да. Изюминкой выступления стал танец драконов. Своё мастерство демонстрировали и представители других единоборств, которые развиваются в Запорожье. Показательные бои устроили тхэквондисты, воспитанники школы СПАС, дзюдо, греко-римской борьбы и не только. Спортсмены ломали доски одним ударом, удивляли аффектными приёмами и бросками. А в составе Дю Саша локомотив удивили трибуны девушки-боксёры. Будем демонстрировать мастерство нанесения ударов. Это первое. Второе – продемонстрируем тактическое мастерство бокса. Также мальчики с нашей школы покажут спарринг небольшой, чтобы люди поняли, что бокс – это не просто махание кулаками, а прежде всего умение мыслить и умение овладеть своим телом. Ещё одно мощное направление в развитии запорожского спорта – командные виды. В столице игровых видов спорта Украины успешно работают городские дю США из дюшор по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу. Яркое выступление подготовили к празднику воспитанники футбольной дю США «Металлург». Две команды ребят до 11 и до 12 лет продемонстрировали разнообразную работу с мячами, а в центре удивляли трюками представители нового направления работы школы – футбольного фристайла. Очень правильно, очень хорошо, что такой праздник организовывается. Это для того, чтобы показать другим детям, какие есть виды спорта, чтобы их заинтересовать. Очень важно, что у нас есть возможность бесплатно предоставлять занятия для различных групп. Юные футболисты «Металлурга» пригласили зрителей к интерактиву. Желающие пытались забить пенальти голкиперу школы. Такие же конкурсы устроили гандболисты и волейболисты, а все участники получили профессиональные мячи. Больше всех зазывать одноклассников, потому что у меня весь класс почти… Все сидят дома, все на диване смотрят телевизор. Ну, а на это вот больше всего все-таки подвижный спорт. Удивляли гостей праздника и изящными видами спорта, такими как фехтование, художественная и спортивная гимнастика. Равнодушным не остался никто. Мне, если честно, больше понравилась еще художественная гимнастика, спортивная тоже интересно. Мне очень нравится вид баскетбола. Я в захвате от него. Мне сегодня понравилась спортивная гимнастика, футбол и рукопашная борьба. Мне понравилось, что я выиграл мяч. И, ну, я просто хожу на футбол, но я не забил, но все равно дали мяч. В Запорожье работает 20 детско-юношеских спортивных школ, в которых культивируется более 30 видов спорта. Сегодня в них занимается 6,5 тысяч детей, но потенциал гораздо выше, отмечают в городском совете. Делают все, чтобы привлечь к занятиям как можно больше ребят. Поэтому такие праздники обещают сделать традиционными.